Ну что же, а я вас сегодня категорически приветствую, и сегодня у нас будет на разборе трек Pull Up из альбома Million Dollar Business. А если быть точным, 12-й трек этого альбома. И звучит он у нас примерно вот таким вот образом. Если ты до сих пор остался смотреть этот ролик, значит тебе интересно, как же все же делался этот бит. И конечно же мы начнем все по порядку. Сначала мы просмотрим каждый из инструментов, не будем затрагивать нашу гитарку, потом переходим к партию ударных, потом смотрим на микшер-канал, да и в принципе все. Начинаем. Первое, что у нас с тобой есть, это наша флейта. Флейта у нас звучит вот таким вот образом, нотки ты в принципе все видишь, так что поехали. И что это за ВНСТ инструмент? А это наш контакт, библиотека, который ты видишь, но он у меня зарендеренный в Direct Wave. Для чего? Почему? Все очень просто, потому что я не очень хочу скачивать именно контактовскую библиотеку, потому что весит очень много. И мне любезно, конечно же, помогли с этим проектиком, за что отдельное спасибо автору, конечно же. И он как раз прислал мне этот самый Direct Wave. Переходим дальше. Наша гитара, то ли гитара, то ли кота. Так я в принципе не понял, но мне кажется, что вот это звучание больше похоже на кота. И оно здесь даже более уместней, нежели как в оригинале. Но в принципе все нотки у нас оригинала. Давайте же прослушаем. И что это за ВНСТ плагин? А это наш лапс с пресетом Moon Guitar Ensemble. Ну и в принципе все значения ты видишь и так и так. Все очень-очень легко, на самом-то деле. После чего у нас с тобой есть гитара-вокал, но это как обычно, ее автоматизация, это мы даже трогать не будем. Переходим к кику. Кик, что у нас здесь с киком? Кик от Янг Фризи, сразу видим, название его. Довольно прикольный кик, мне очень понравился. Но мы не будем остановиться и переходим к басу. Бас мой, с моего драм-кита, и звучит это все в совокупе вот таким вот образом. Я услышал, что в оригинале бас очень сильно мурлыкает. И именно поэтому я и хотел взять такой мурлыкающий бас, чтобы прям вот, блин, некоторые частотки прям вылезали. Так что если ты услышишь где-то конфликты, а они там точно будут, то знай, это все сделано было намеренно. Потому что очень хотелось приблизиться к оригиналу, но, к сожалению, пришлось чем-то жертвовать. После чего вступает наш клэп. Все, в принципе, по стандарту. Хай-хетики. Two steps, ничего более. И довольно трезвонкие. Как ты мог услышать, довольно трезвонкие, потому что в оригинале, опять же, что клэп, что хай-хет, что бас, они очень-очень громкие. Я когда услышал, я думаю, блин, это правда, это неправда. Переслушал на нескольких девайсах, потому что сейчас есть некая трудность у меня с наушниками. Именно поэтому я уже ориентировался больше на слух и больше на референс, прям вот доталово сидел и пытался все это сделать приближенно похоже, как в оригинале. И оупен хет, конечно же. Оупен хет у нас выглядит вот таким вот образом. Ну и поскольку мы с тобой разобрали практически каждый удар, у нас есть еще такая небольшая пасхалочка. А именно, ты посмотри, что сделал этот гениальный автор. Это очень круто, это очень прикольно. И, кстати, можешь считать это нативной рекламой. Если что, ты знаешь, что делать. Ну а мы постепенно перейдем к микшеру. А теперь, что касаемо микшера. Давай посмотрим. Начнем мы с тобой с инструментов. Наша флейта звучит вот таким вот образом, но без обработок она звучит немного иначе. Но все же. То бишь, добавили немного атмосферки ей. Потому что у нее был хвост, но он как бы не так сочетался с оригиналом. И что мы сделали? Мы с тобой добавили ретро колора. Сразу смотрим на спейс, потому что он довольно большой. Видим все значения. И, в принципе, больше ничего не трогали. Кью-тришечка. Просто подрезали низ. Ничего более. После чего наша кота. Ну, либо же гитарка. Как тебе удобнее? Звучит с обработками так. Без обработок. Я думаю, что все тут очень-очень понятно. И что у нас первое в цепочке обработок? Это у нас кью-тришечка с подрезанием низов и добавлением верхов. Ретро колор. Что у нас здесь есть? У нас с тобой здесь есть вобл и эйр-дисторд. После чего вальхало. Микс 13%. Консорт холл. В принципе, больше ничего не докручивалось. И, конечно же, а зона мейджер. А зона мейджер мы сразу убрали низ у моно. И все остальное мы с тобой довели в стерео. Также смотрим на стереоайз мод второй. После чего у нас получается так, что у нас с тобой есть групповой канал этих мелодий. И на групповом канале у нас с тобой вот такие вот аж обработки. Все перечислять не буду, потому что здесь была возня с конфликтами именно гитарки и баса. И я подумал, что нужно будет урезать. Урезать здесь прям, ну, здесь конкретно. Здесь просто пипец. И я не говорю, что это правильно. Это может быть неправильно, но мне это немножечко помогло. Потому что если мы прослушаем бит без сведения и со сведением, ты учуешь разницу. Конечно же, я предоставлю потом возможность услышать без обработок вообще. Сразу скажу, insert 3. Это у нас Morgenstern Blub именно в оригинальной версии. Здесь у нас просто подрезан низ. После чего у нас с тобой есть кик, на котором вот такие вот значения пик контроллера. Сразу видим, образует немного такую ямочку. После чего бас. Кьютрешечка. Кьютрешечка подрезаем атаку, где у нас кик расположен. Потом убираем верха, потому что их очень много, как ты видишь. Уж слишком сильно мурлакало. Ну и вот эти вот значения я делал до обработки хайката. То бишь, по идее, они даже никак не поспособствуют тебе. Следующим из ударов у нас идут хайхетики. И что у нас здесь есть? У нас с тобой подрезается низ. Сразу видим его. Да. И вот здесь они такие вот у нас трезвонкие. После чего у нас с тобой есть клэп, на котором у нас ничего нету. Просто чуть-чуть подбустили его. Open хетик. Open хетик. Микс 6%. Дикей 1.27. И в принципе, больше ничего не подкручивалось. Как с обработками, как без. Ну, просто сухо звучит. С обработками все же как-то более атмосфернее. Ну и после чего наша гитарочка. Что здесь подрезали? Мы с тобой подрезали низ и убрали некоторые частоты, которые нам не нравятся. И не нужны особо. Ну и также сразу же помним, что перебарщивать с этим не надо. Потому что есть полезные частоты, которые ты можешь обрезать. И вследствие чего у тебя будет гитара звучать как какашка. Я убрал, убрал очень сильно тело, на самом-то деле. Но это все из-за того, что у нас конфликты были с басом. И очень-очень неприятно. Даже если сейчас прислушаться, вот именно бас и гитарку, да, то ты услышишь небольшие конфликтики. Как-то так. В принципе, в сова копия гитара и 808 в миксе они слышатся так сильно, прям не будут, не будут въедаться в уши. Ну а тебе, конечно же, будет, потому что я уже про это сказал. Но все же. Честность порой подруга двоякая. И что у нас здесь с тобой есть? Q3-шечка мы с тобой посмотрели. Потом Enhancer. Смотрим сразу Stereo Separation. У нас под плюс больше. Volume, если не ошибаюсь, мы убрали чуть-чуть. Если я не ошибаюсь, но можешь, в принципе, посмотреть по значению стандартного плагина. Mix 27%. Все, больше ничего не подрезалось, кроме как Low Cut. Low Cut мы подрезали с тобой на 310 Гц. И все, все. В сова копия. Давай теперь послушаем с обработками и без. А теперь без обработок. Ну прям все вылезает и как-то уже, ну прям, ну совсем. Даже с учетом баланса, который, в принципе, довольно очень громкий. Но звучит это не так хорошо, как хотелось бы услышать. А вот уже с обработками, ну, другое дело. Ну и вот такой вот у нас биточек с тобой получился. Я надеюсь, что тебе понравилось. Ты поставишь лайк, напишешь комментарий и подпишешься на мой YouTube, TikTok. И старый может YouTube тоже подписываться. Ну а сейчас мы будем смотреть ваши, конечно же, комментарии. Че-вец? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok